Приветствую вас! Давайте мы разберем с вами ваш вопрос. Значит, во-первых, вы пишете, значит, как перестать прокручивать в голове неприятную ситуацию. Понимаете, вот складывается такое впечатление, да, что... Вы прокручиваете эту ситуацию, потому что вам это нужно, вам это важно. То есть вас это как-то задевает. То есть вы всё понимаете, вы всё знаете, вы знаете, что... Коллега вам завидует, что коллега может быть просто опасается... Конкуренции с вашей стороны боится, что вы её, соответственно, ну, потесните там, ну, вот, именно потесните её с её местом, к... Ко-о-о... Ко-о-о-о... Ко-о-о... 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 Ко-о-о-о... Ко-о-о... Ко-о-о... Ну, которая ей дорого, да, и... Которым она дорожит. Вот. Вот. Понятно, что ей движет страх. Вопрос на самом деле немножко в другом. Вот. Вопрос в том, как вы реагируете на эту ситуацию. как и почему вы реагируете на эту ситуацию. То есть, я так подозреваю, да, что вы повторяете привычный для себя паттерн и повторяете привычные для себя, возможно, слова, то есть, вот эти слова, что вы глупые, что вы ничего не можете, да, и так далее, они, эти слова, вполне возможно, где-то вами уже были услышаны, то есть, вы где-то слышали уже эти слова, вероятно, вот, и, соответственно, поэтому вам нужно, вам важно их снова и снова в голове прокручивать. А механизм навязчивых мыслей, с одной стороны, отражает то, что вы хотите, что это отражает ваше желание, а с другой стороны, отражает собой запрет, запрет на реализацию того, что вы хотите, запрет на реализацию того, что вам важно, нужно, интересно, нравится, хочется и так далее. Запрет на определённые представления о себе содержит, также данный аспект, ну, данный аспект навязчивых, вот. Ну и, соответственно, панические атаки, которые у вас происходят, да, это страх, это страх, это страх, который выражает, возможно, некие проблемы ваши, которые у вас имеют место быть, ну, например, допустим, нежелание работать, или, может быть, что-то ещё, то здесь нужно, конечно, исследовать, нужно, конечно, смотреть, потому что так это бы, словно, ну, не совсем понятно, о чём идёт речь, да, и что вообще, ну, что вообще происходит. Ну, однозначно, что панические атаки, это следствие свидетельства ваших каких-то желаний и каких-то особенностей, которые вы себе пытаетесь подавить, вот. Коллега это просто скрыла, коллега просто скрыла факт наличия у вас такого рода проблем, и не более того, вот. То есть, ещё раз, чтобы вы правильно поняли, да, коллега переносит на вас свои страхи, которые есть у неё, коллега реагирует на вас в контексте своих собственных переживаний, которые есть у неё, а вы реагируете так, как вам. Хочется, ну, всего ряда причин, которые есть, в свою очередь, уже у вас, и которые уже вам нужно отслеживать обязательно. Ну, потому что ваша реакция, она такая непростая, вот. Подумайте, насколько вы уверены в себе. Подумайте, как часто вы себя, например, хвалите. Ну, как часто, насколько часто вы себя хвалите. Вот. И так далее. Просто вот подумайте на эту тему, да, и посмотрите, если вы себя хвалите, допустим, редко, да, то, соответственно, с чем это связано, что вы себя хвалите редко. Если вы себя хвалите часто, то как вы это делаете, и за что вы себя хвалите, то есть реакция, реакция ваша на поведение коллеги, да, очень интересная. Я бы сказал, что ее нужно, ну, скажем так, более детально рассмотреть, потому что слишком мало информации вы представили о себе, вот. А проблема, в общем-то, довольно серьезная, вот. И здесь нужен анализ, нужен анализ, вот. Ну, как правило, как правило, если у вас, вот, например, родители часто использовали схожую модель, да, то, соответственно, так же вели себя, так же, как и, вот, коллега, да, ваш сейчас, вот. Если родители вели себя так же, то ничего удивительного нет совершенно в том, что вы так вот отреагировали, то есть вы знали о себе какие-то вещи, вы о себе знаете, вот. И, по сути, то, что говорит вам коллега, это просто повторяет то, что вам говорили ваши родители, вот. Когда вы, например, были маленькие или что-то еще. Именно поэтому вас эти мысли, да, они так вот сильно, скажем так, пугают, вот. Потому что вам кажется, что вы, ну, как будто бы вернулись обратно в детство, например. То есть может быть такая история. Конечно, это не точно, да, и, конечно, может быть и по-другому, может быть и другая история, может быть и другие причины, например. Например, что вы просто, ну, допустим, допустим, вы просто не привыкли к тому, что кто-то может к вам так относиться, да. Я так никогда не встречала, ну, не встречала соответствующего поведения такого вот по отношению к себе. Вот такое тоже может быть. То есть, на вас это может быть новым опытом. Но я думаю, что, скорее всего, так. Вот, ну и хронические атаки, да, это тоже достаточно серьезно. Является это психическим заболеванием. И, соответственно, с этим нужно обращаться к врачу. Вот, врачу-психиатру, либо клиническому психологу. Вот, соответственно, врач уже вам подскажет, что нужно делать, подскажет, какие, ну, предпринимать действия, вот, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это всё, по сути, вот, как бы, история, да, про, значит, ну, история про диагноз, скажем так. Вот эта история именно про диагноз, вот, как мне это видится, по крайней мере. Вот, эспонические атаки, да, и их еще нужно продиагностировать, вам, соответственно, назначат препараты, вот, которые помогли бы вам на первых, ну, на первых порах. Справиться, вот, а дальше уже можно будет заниматься психотерапией, да, то есть, ну, непосредственно, непосредственно психотерапией можно заниматься дальше. Вот, а пока, пока, пока вот так. Пока вот так. Вот. Эм, на этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Эм, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне в личку, я буду рад помочь. Эм, допускаю, я допускаю, что вы мало получили информации, но, эм, очень мало действительно информации о вас, очень мало. Ну, вот, то есть, по сути, все, что вы описываете, да, описываете про, ну, описываете историю про личную коллегу. То есть, вы говорите про нее, а не говорите про себя. Да. Вот. И, возможно, дело здесь, эм, что еще? Эм, насколько вы отдаете себе отсчет в своих чувствах? То есть, вот, какие, какие чувства вы испытываете, да, какие и почему. То есть, вот, насколько у вас развита эмоциональная грамотность, грамотность, это, конечно, эм, тоже нужно смотреть. Потому что, если, например, вы, эм, э, чувства свои выражаете слабо, если у вас с этим есть проблем, проблемы какие-то, то, ничего удивительного, ничего удивительного нет в том, что, эм, данная ситуация вызвала у вас столь негативную реакцию. Потому что, ну, а, как, как по-другому, да, чувства, они, да, нашли, наконец, выход, нашли, наконец, способ, э, заявить о себе. Ну, ну, а для нас это в любом случае означает, э, необходимость что-либо менять, потому что, очевидно, что, чем-то вы не удовлетворены, очевидно, очевидно, что что-то у вас не так, очевидно, что, чем-то вы недовольны. Очевидно, что, где-то у вас есть конфликт, вот, где-то у вас есть борьба, но для вас это стимул данные аспекты менять. Если хотите, можно будет вам в этом помочь, тогда и панические атаки уйдут, и задевать, э, вас поведение коллеги тоже предстанет, потому что, ну, понятно, что задевать то, в чем вы не уверены в себя. А если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...